В эфире тема дня. Меня зовут Ольга Скрипникова. Десятый конгресс рыбаков начал свою работу во Владивостоке. Чего ожидать, каких изменений после форума специалистам отрасли? Об этом мы сегодня и поговорим. И в гостях у нас директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Александр Передня. Александр Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители. Для начала хотелось бы узнать, какова главная тема форума, десятого форума, юбилейного. Что сегодня, какие острые вопросы обсуждают? Да, действительно. Вот уже десятый раз гостеприимное Приморье собирает у себя цвет рыбацкой общественности, представителей отрасли и государственных властных структур, которые так или иначе связаны с регулированием этого направления деятельности. И, правильно, десятый юбилейный конгресс, он знаменателен тем, что действительно непростая тема выбрана. Она была выбрана не случайно, вот уже в течение года, даже более обсуждается вопрос, связанный с регулированием использования водных биоресурсов государством. У нас тема так и называется «Государственное регулирование использования водных биологических ресурсов». Вопрос регулирования использования ресурсов, он имеет несколько направлений, или как множество направлений, потому что предоставив ресурсы, государство может определить или обременить рыбака разными условиями. Это и вопросы, связанные с поддержанием ресурса, чтобы он был возобновляемым, это и вопросы, связанные с тем, чтобы он рационально использовался, это и моменты, связанные с тем, чтобы максимальную отдачу от него получать, то есть продовольственная безопасность страны. То есть для рыбака государство может предложить целый спектр разных условий. И на сегодня, слава богу, у нас действует законодательство, оно вот с 2004 года мы работаем по федеральному 166 закону рыболовстве, который описывает большинство вот этих вот направлений, взаимоотношений рыбака и государства. Но в связи с тем, что к 2018 году, когда заканчиваются существующие договора пользования долями квот, есть посыл от государства, особенно исходя из текущих условий экономических непростых, что ожидать от рыбака. Во-первых, что выбрать главным акцентом в отрасли, потому что когда перед рыбаком ставят целый ряд задач, ну допустим, продовольственная безопасность, насыщение продовольственного рынка отечественного, это обеспечение бюджета субъекта, федерации поступлениями налогов, это и вопросы, связанные с социальным направлением, то есть уровень заработной платы в отрасли, это и занятость, это обновление флота, и направления, связанные с поступлением валютных потоков в страну, потому что это актуально, отрасли у нас конкурентны на мировом рынке, это дорогого стоит. Соответственно, когда эти все задачи складываются в одну, эффект может получаться противоречивый, потому что кто немножко ориентируется в экономике, если мы говорим, реализуй на внутреннем рынке как можно дешевле, и при этом говорим, дай побольше налогов, или подними зарплату, или, значит, сделать так, чтобы валюты было больше, то есть направь на экспорт, но при этом не забудь про внутренний рынок. То есть мы видим, это и противоречия, они так или иначе возникают. Отрасль сейчас развивается, может быть, она недостаточными темпами, но тем не менее, в существующих сложных условиях она показала себя, как отрасль, способная пережить любой кризис. Скажите, а направление отрасли рыбной у нас сейчас какое? Больше поставлять продукцию и потребности удовлетворять местного рынка или все-таки экспортировать? Вот, хороший, вы задаете вопрос, и опять же возвращаясь к тому, что необходимо на государственном уровне вместе с рыбаками определить главный акцент. Я считаю, что главный акцент – это продовольственная безопасность. То есть если отрасль может произвести качественный, доступный белок природный из глубин морских, и этот белок в достаточном количестве, то задача уже выполнена. Все остальные задачи, они вторичные. Так вот сегодня, если брать макроцифры, Приморский край производит порядка 600, ну порядка 700 тонн, тысяч тонн рыбопродукции в то время, когда потребляет всего 60. То есть мы более чем в 10 раз наши предприятия, Приморского края, обеспечивают свой регион. А чего хотят рыбаки? Они хотят обеспечивать нас или все-таки вывозить? Они хотят, как любое предприятие, они хотят получить те, кто в море, это прибыль, заработок, а те, кто организовывает этот бизнес, они, естественно, стремятся, как и любое акционерное общество, повысить свою прибыльную составляющую. То есть у них в каждого в уставе записано, ради чего общество создано, для достижения прибыли. Но вот здесь важно определить этот баланс интересов государства и рыбака. На этом и было заострено внимание сегодняшнего конгресса. Эта площадка будет работать еще завтра, она будет посвящена уже несколько другому вопросу, связанному с перспективным законом, который очень, кстати, вписался в развитие нашего приморского края, это свободный порт Владивосток. Что от закона свободный порт получат рыбаки? На сегодня, кроме самого механизма в законе, определяющего для резидента набор преференций, ничего нет. То есть на сегодня это право правительство или законодатель, подчеркну, законодатель передал правительству. И правительство, сформировав наблюдательный совет, фактически представленный тоже ведущими органами власти и теми субъектами муниципальных образований, которые попали, у нас же 15 муниципальных образований попало в этот режим, вот этот наблюдательный совет должен выработать те правила или те условия, при которых они видят участие резидента. А отрасль, 21 статьей этого закона четко определена, что промышленное рыболовство и аквакультура погружены в потенциальные участники этого механизма, этой преференции. И рыбаки, не дожидаясь, скажем так, я думаю это правильно, что скажет наблюдательный совет, они предложат свои варианты, свои условия, по которым они готовы участвовать в этом процессе. И понятно, что сам закон направлен на развитие региона, на повышение инвестиционной привлекательности, на увеличение производственных показателей. Поэтому те предприятия, которые готовы их взять, я думаю это и будет главным условием вхождения как резидента в этот свободный порт Владивосток. Александр Александрович, и последний вопрос, скажите, итог этого форума какой? Итог, конечно, будет резолюция. Сейчас проект резолюции готов, она обсуждается, поправки в нее вносятся всеми участниками процесса, сформирована редакционная коллегия, ваш покорный услуга в нее входит. И по итогу мы, наверное, в течение недели, потому что мы хотим положить этот документ, основной документ Конгресса на стол руководителю государства, на предстоящем восточном форуме. Потому что, по сути дела, это видение рыбаков, это тот потенциал, который должен раскрыться на восточном инвестиционном форуме. Потому что инвестиции приходят туда, где есть прозрачные правила, где есть перспектива, и где есть хороший консенсус государственных интересов и интересов бизнеса. Александр Александрович, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. Это была тема дня. Всего вам доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова